Глава 5. Смерть после полудня. Вот мы и добрались до одного из важнейших разговоров данной книги – общей концепции неаполитанского стиля фехтования. И название главы «Смерть после полудня» я выбрал не случайно, как вы понимаете. Так называется книга Эрнеста Хемингуэя, посвященная традициям испанской кориды. Я уверен в том, что каждому человеку, который планирует изучать фехтование, следует прочитать эту книгу в самом начале пути. Ведь корида долгое время была одним из экзаменов будущих фехтовальщиков и рыцарей в Испании. Бой с холодным оружием против быка. Как правило, это шпага. Проверять свою безопасность на арене было вполне обычным явлением среди испанского дворянства. Однако нужно понимать, что корида средних веков значительно отличается от современной. В наши дни корида в большей степени – шоу, в котором риски для Тореро, хоть и не сведены к нулю, но гораздо меньше, чем 200-300 лет назад. Тогда это был настоящий, честный поединок быка и человека. Каждый из противников оснащен своим оружием. У быка два смертоносных рога, а у Тореро – шпага. В чем же главное отличие между современной и средневековой коридой? В быке. Раньше в кориде участвовал целенаправленно выведенный боевой бык Торо Браво. Для понимания того, что это было за животное такое, познакомьтесь с изображением Торо Браво пером Эрнеста Хемингуэя. Цитата. Настоящий Торо Браво не боится ничего на свете. И в некоторых городах Испании устраиваются особенные варварские зрелища. Сводят на арене быка и слона. Известны случаи, когда боевые быки расправлялись со львами и тиграми, атакуя этих зверей с той же свирепостью, с которой они накидываются на пикадоров. Да, боевой бык бесстрашен. По-моему, не найти более зрелищного животного и в схватке, и в покое. В беге с места боевой бык опережает лошадь на 25 ярдах. Он умеет менять направление почти как кошка. Во всяком случае, намного быстрее, чем это делают пони для игры в поло, и к четырем годам накапливает такую силищу в шейных мускулах, что способен зашвырнуть коня вместе с всадником себе за спину. «Храбрость настоящего Торо Браво – это нечто неземное и невероятное». Конец цитаты. Безусловно, мериться силой с таким быком совершенно невозможно. Это был бы путь к верной погибели. Более того, Хемингуэй пишет, что физическая сила человека в Кариде почти не играет роли, исключая, собственно, миг убийства. И приводит в пример разговор с весьма опытным Тореро. Цитата. Однажды у 50-летнего Эль Гаула Рафаэля Гомеса, старшего брата Хосе Гомеса по прозвищу Галита, то есть петушок последнего представителя знаменитой цыганской династии Матадоров, поинтересовались, какими упражнениями он ухитряется поддерживать силу для такого ремесла. «Сила?» – переспросил Эль Гаула. «На кой черт она мне нужна? Бык с полтонны весом. Прикажете упражняться, чтобы мериться с ним силенками? Если быку нужна сила, пусть он и тренируется». Конец цитаты. Вот так проверяли мастерство фехтовальщиков средние века. Если человек был готов к такому поединку, то его выпускали на арену вместе с быком, которого он должен был убить по всем правилам. И считалось, что человек, сумевший одолеть быка, впоследствии сможет справиться с любым противником. Такой поединок воспитывал характер рыцаря, закалял его и готовил к любым дальнейшим испытаниям. Кроме этого, многократно усиливалась техника и пластичность фехтовальщика, что также являлось важнейшими аспектами его жизни. Со временем Корида стала обретать все более развлекательный характер. Тора Браво перестали выводить. Вместо них на арену выпускали менее агрессивного и сильного, а значит, в меньшей степени опасного быка. Итак, изначально Корида построена на так называемой «кристальной чистой памяти быка». Бык всегда участвовал в Кориде только один раз в жизни. Причина в его невероятной скорости обучения. Вот что говорил об этом Хемингуэй. Цитата. «Если бы быкам позволяли набираться опыта, как это делают Тореро, если бы быков, продержавшихся 15-ти минутку на арене, не убивали потом за кулисами, а напротив, вновь выпускали на бой, то они перемололи бы всех Матадоров до единого». Конец цитаты. Вывод. Профессиональный Тореро давал быку ровно столько времени, чтобы тот в поединке повысил уровень своего мастерства до пика и в этот момент наносил смертельный удар. Чем больше обучался бык, тем опаснее он становился для человека, тем сложнее его было одолеть. И, конечно же, ни один современный Тореро не сможет сравниться с тем, кто лицом к лицу хотя бы раз встречался с настоящим Торо Браво, то есть храбрым боевым быком, тем самым, который нападает в лоб, откликается на все подразнивания и вызовы, лишь раззадоривается от боли и обладает тем техническим качеством боевого порыва, кое испанцы именуют словом «благородство». А теперь рассмотрим ситуацию встречи двух незнакомых людей в поединке на мечах. Как и в Кариде, у каждого из них абсолютно чистая память друг о друге. Все люди в большей или меньшей степени выглядят одинаково. Туловище, две руки, две ноги и голова. На что способен противник, стоящий перед тобой, предугадать весьма сложно. Более того, не всегда, к примеру, крупные габариты будут говорить о высоком уровне боевой подготовки и наоборот. То есть объем навыков, которыми обладает человек, неизвестен, особенно в мирное время. Как ни странно, на войне среднестатистический уровень подготовленности противоборствующей стороны известен и понятен. Есть более и менее сильные солдаты, но в принципе люди имеют представление, с кем они столкнутся. Чего не скажешь о встрече с противником в мирное время. В той ситуации крайне сложно предугадать, как поведет себя человек, на что он способен, а иногда какие вообще у него мотивы и конечная цель. А сравнение Тореадора и солдата более чем правомерно. Достаточно вспомнить знаменитую арию Эскамиллио из оперы «Бизе Кармен». Тореадор солдату друг и брат. В битвах солдаты жизни теряют. Дразнит смерть Тореадор, и он тот же солдат. Если рассматривать встречу двух фехтовальщиков как модель, можно обозначить следующую закономерность. Чем выше уровень подготовки и класс противника, тем меньше вы сможете понять и увидеть в этом человеке, узнать заранее что-то, чем сможете воспользоваться. Так выглядит чистая память о противнике. Теперь вопрос. Кто победит из двух фехтовальщиков? Разумеется, тот, кто обладает большей подготовкой и навыками. Но не менее важным будет аспект скорости изучения своего противника. Точно так же, как в Кориде бык изучает Торера. Вот почему так важно для фехтовальщика изучать Кориду. Победить в поединке можно лишь при помощи тактики. Одних технических элементов будет недостаточно. Вас, к примеру, могут попросту обмануть. Тут тоже закономерно параллели с солдатом и воином. Существенная часть воинской науки так и называется – военная хитрость. Однако на страницах этой книги я не раз говорил о безусловном превосходстве неаполитанского стиля фехтования над всеми иными видами воинских систем. Что же обеспечивает это многократное преимущество? Давайте разберем все по порядку. В испанском фехтовании существует так называемая система прототипов, которая позволяет побеждать еще до поединка. Точнее сказать, позволяет предопределить исход поединка заранее. Это определенные логические модели, которые человек может использовать в ходе поединка, меняя их между собой. Хорошему фехтовальщику должно быть не так важно, какое именно оружие у него в руках – складной нож, шпага, меч, рапира или стилет. Куда важнее – умеет он владеть клинком или не умеет, лежит ли в основе его движений отработанная универсальная система применения оружия или нет. В фехтовании на определенном этапе складывается воедино два направления. В первом человек учится выбирать оружие, изучает его положительные и отрицательные свойства в работе, узнает его характеристики, учитывает поправку на оружие в используемой технике. Во втором – учится учитывать эффективность техники сердечника, исчерпывающего количество фундаментальных элементов и компонентов, которые формируют общую базу системы. Самой системы, механизмов изучения, основанных на памяти человека и т.д. Еще на стадии формирования двигательных навыков фехтовальщику даются определенные логические модели, с помощью которых выстраиваются движения. Далее на их основе вырабатывается тактика действия. Логическая модель боя представляет собой осознанные образы, которые дают логически определенную целостность представлений и движений, из которых, в свою очередь, формируются технические элементы. В качестве образов могут быть по аналогии животные – орел, бык, носорог и прочее, предметы, щит, плащ и прочее, а также ситуации. У животного, в отличие от человека, существует лишь родовая составляющая. Вся жизнь животного основана на повторении, на копировании чего-либо. Повторяй за мамой, повторяй за папой – все. Ничему обучиться животное иначе не может. Человек же может обучиться чему угодно максимально быстро, если есть прототип, дающий ему логику и тактическую модель. Итак, первая линия неполитанского стиля фехтования – линия Франческо Вилардита, построенная на атакующей доктрине и характеризующаяся четырьмя метафорическими логическими моделями животных, такими как волк, тигр, носорог и орел. Для большего понимания того, как работают данные логические модели, попробуйте представить поединок каждого из этих животных. Как они атакуют, как защищаются и двигаются, какое используют при этом оружие. А теперь предлагаю немного порассуждать об этих прототипах, сопоставляя их между собой и условно противопоставляя друг другу в поединке. К примеру, если поставить в поединке тигра против носорога. Как мог бы выглядеть этот бой? И главное, кто победит? Попробуйте представить это. Вероятнее всего, тигр не сможет победить носорога. А волк смог бы одолеть носорога? А если волга поставить против тигра, кто победит? Тигр, как правило, охотится из засады. Волк, в свою очередь, преследует добычу. Носорог может просто стоять на месте неподвижно несколько часов. Однако, если кто-то попробует его потревожить, может быть убит за считанные секунды. Сражаться с носорогом во фронт практически невозможно. Настолько он мощен, силен и опасен. Попробуйте посмотреть на этих животных, представляя, как они могут действовать в той или иной ситуации. Мы могли бы сказать, что удары тигра всегда будут неожиданными. Волк будет преследовать противника, производя атакующие действия вперед, слева и справа. Носорог будет представлять из себя некую непреодолимую машину, пройти напрямую, через которую будет невозможно. А хищная птица может совершать действия, используя возможность двигаться вверх-вниз, которые противник даже не увидит. Вот так, переходя от одного прототипа к другому, постепенно будет вырабатываться понимание того, какая логическая модель нужна в тот или иной момент. Видя в движениях противника определенную логическую модель, вы выбираете ту, которую можно наиболее эффективно противопоставить. Например, если волк пошел в атаку, то ему можно противопоставить носорога. Если появился носорог, то против него подошел бы тигр со своей неожиданностью и работой из засады. Рекомендую продолжить уже самостоятельно развивать мышление при помощи логических моделей, так как это мы с вами делали вместе. Со временем вы будете различать стиль поединка того или иного животного и видеть их проявления в поединке. Вторая линия неополитанского стиля фехтования – линия Леонардо Чакио. Эта линия характеризуется логическими моделями таких животных, как хищная птица, змея, плащ, еж, кот. Прототип хищной птицы повторяется, соответственно, остается 4 логические модели. На этом этапе мы уже учимся комбинировать 8 прототипов вместо 4. Действуем по такой же схеме, мысленно противопоставляя те или иные логические модели. К примеру, против змеи можно было бы поставить хищную птицу. Мы знаем, что хищные птицы даже питаются некоторыми видами змей. Против кота можно противопоставить тигра. Тоже кот, но значительно больше и опаснее. И так далее. Третья линия неополитанского стиля – линия Антонио Матея. Стиль фехтования Матея и его линию я бы по праву назвал уникальной. Представьте себе боевую систему, у которой полностью отсутствует оборона. Как тут не припомнить Клаузевца, который в капитальном труде 19 века о войне лучшей обороной назвал наступление. О чем догадывались и прежде. Стиль фехтования Матея и его линия – целиком атакующая система, в которой главной моделью выступает король обмана. О каждой из линий мы еще подробно будем говорить в отдельных главах. И уже в разговоре, посвященном стилю Матея, разберем логические модели животных этой линии. На первом этапе их также четыре, но затем добавляются еще четыре, так называемые плавающие модели, что является основным отличием стиля Матея от стиля Вилардита и Чакио. Но и об этом чуть позже. К теме логических моделей животных в воинских искусствах добавлю, каждая из моделей выбрана не случайно, а на базе определенных принципов, которых люди придерживались многие века, встречаясь с дикими зверями на охоте. Более того, охота уже имела свою историю, когда появилось огнестрельное оружие. Соответственно, в более ранние периоды люди охотились с помощью разных видов холодного оружия и с луками, копьями, арбалетами и так далее. Со временем схватка с диким зверем становилась моделью поединка для будущих боев с человеком, в той или иной степени похожим на зверя. Итак, неаполитанский стиль фехтования собран из 12 основных прототипов животных, которые фехтовальщик может комбинировать в ходе поединка. Как правило, весь поединок может проходить с одним выбранным прототипом. Если этот выбор верен, у противника не остается шансов на победу. Обычным способом предсказать поведение человека в бою крайне сложно, но при использовании прототипов, имея определенную практику, это можно сделать буквально на рефлекторном уровне. Далее необходимо понять, за счет чего выстраивается техника в неаполитанском стиле фехтования. У нас есть выбранный прототип, который отвечает за тактику в поединке, но теперь к нему нужно прикрепить технические элементы – сердечник системы. Сердечник неаполитанского стиля состоит из 21 блока, каждый из которых, в свою очередь, распаковывается в отдельное единоборство. Также блоки можно комбинировать между собой, выстраивая индивидуальный пакет технических элементов под свои психофизиологические параметры и задачи. Перечислим каждый из блоков. Первый. Игра с острием. Защита от атаки. Теория обороны. Второй. Сломанное копье. Парное оружие, стилет и палка одновременно. Третий. Копье в обеих руках. Двумя руками с тростью или стилетом. Четыре, пять, шесть. Удары в руки противника, удары в две трети щита, бастон против шпаги. Семь. Твердость и мягкость, ставим удар клинком. Восемь. Бьющие ноги, удары ногами. Девять. Танцующие ноги, защита от нескольких противников. Десять. Сила на силу, блок разрешения клинчевых позиций. Одиннадцать. Коготь на перелом, выбивание оружия. Двенадцать. Удары копьем, части тела превращаются в копье. Тринадцать. Разящие сверху, удары в прыжке. Четырнадцать. Сломленная устойчивость, удары в ноги. Пятнадцать. Дома как крепость, защита от всего. Шестнадцать. Крест-накрест, крестообразные движения двумя орудиями. Семнадцать. Морской еж, удары ногами. Восемнадцать. Укус змеи, удары с двумя стилетами. Девятнадцать. Хищная птица, дальняя дистанция. Двадцать. Маска смерти, обманные финты, удары в голову. Двадцать один. Удар сквозь плащ, поражение противника в один удар. Таким образом, система складывается в двадцать один блок технических элементов и двенадцать основных прототипов. Точнее сказать, одиннадцать прототипов, потому что хищная птица повторяется в двух линиях. И самый главный вопрос. Какому прототипу соответствует каждый из блоков? Я бы назвал это загадкой неаполитанского стиля фехтования. Почему загадка? Причина в том, что каждый блок имеет определенную глубину. Однако представим гипотетически, что мы отказываемся от прототипов, изучаем 21 блок технических элементов и начинаем их комбинировать между собой. Но так техника работать не будет, потому что не хватает тактики. Это очень важно понять. Техника – это некая субстанция, которая реализует тактику. Но без прототипа тактика не возникает. Поэтому каждый из блоков необходимо расставить на 11 прототипов, двигаясь поэтапно. Сначала первые четыре прототипа тренируем с соответствующими блоками. Затем вторые четыре прототипа и так далее. В итоге мы получаем весь объем техники как способ реализации тактики. Для большего понимания предлагаю следующую модель. Представьте, что блоки – это азбука или букварь, то есть буквы, которые вы будете писать. А прототип – это правило, по которым вы будете составлять буквы эти в предложение. Но и это еще не все. Далее каждый из трех блоков имеет принципиальную тактическую схему. То есть у каждого прототипа существует своя техника. И комбинируя прототипы, вы можете переходить с одной техники на другую. Соответственно, вы должны также знать, что делать, как действовать в рамках общей теории взаимодействия этих четырех логических моделей. Объясню на примере стиля Велардита. Есть четыре прототипа – волк, тигр, носорог и орел, соответствующие каждому прототипу блоки. Однако блоки между собой меняются благодаря так называемой общей теории боя. В линии Велардита общей теорией боя будет главная концепция бескомпромиссного маятника, которая выглядит так. Противника нужно загипнотизировать и потом ударить в неподвижное тело. На примере стиля бокса Касса Дамата, которому он обучал Майка Тайсона и других учеников, четко видна эта концепция. Еще одна книга, в которой я описывал ход исследований и сопоставлял принципы неаполитанского стиля фехтования и стиль бокса Касса Дамата – это «Барометр поединка». Здесь покажу лишь небольшой фрагмент описания самой концепции из книги. Цитата. «Секрет стиля Касса Дамата заключается в том, что он отождествил гипноз и поединок. Все технические элементы стиля Касса Дамата были направлены на гипнотизирование противника. Вся тренировка в зале, все, что происходило на ринге, по сути, было обучением, как гипнотизировать противника». Именно по этой причине Касс приходил в такую ярость, если кто-то изменял хоть один технический элемент в его системе. Как вы помните из бескомпромиссного маятника, он мог часами стоять и давать команды. «Двигай головой. Ты не двинул головой после второго удара. Двигай головой». Почему было так важно двигать головой? Потому что это и есть введение противника в гипнотический транс. Маятник, метроном вводит человека в гипнотический транс. Все гипнотизеры средневековья использовали серебряный шарик, качающийся на цепочке. Это самый распространенный прием. Соответственно, если боксер не двигает головой, он не гипнотизирует противника. А двигая головой, обеспечивает себе оборону и воздействует на противника. Посмотрите бои Тайсона. Его противники не двигали головой так, как Майк. А Майк двигал головой, и через некоторый промежуток времени его противник впадал в гипнотическое состояние, после чего требовалось пару точных попаданий. Команд гипнотизера. И противник лежал на полу. Касс Дамата был настолько гениален, что сумел в полном объеме применить неполитанскую систему в боксе. Все элементы стиля двойного назначения. Они являются и техническими элементами, и элементами гипноза. И в этом заключается секрет стиля Касса Дамата. Касс Дамата проводил бойца по стадиям определенной подготовки. Да так, чтобы его боксер был готов победоносно и безапелляционно выступать на ринге. А затем Касс пристально наблюдал за бойцом в поединке, и если тот четко действовал по системе, безусловно, боксер побеждал. К возможному удивлению читателя, моему и вашему, боксер не понимал, что каждый технический элемент стиля гипнотизирует противника. Но практика – жесткая среда. И она четко показывает, как только боец прекращает использовать стиль, эффекта гипноза нет. Он исчезает. Соответственно, победить противника можно только посредством физической силы, воли, стойкости и так далее. Но это не восхищает публику. Когда Тайсон положил 30 противников подряд нокаутом, вот это и есть триумф в стиле, а не триумф Майка Тайсона. Ибо он в те победоносные времена делал все в точности, как говорил ему Касс Дамата. Концепция гипноза позволяет сделать так, чтобы мы могли нашего противника загипнотизировать, а противник этого сделать не мог. В итоге он будет бить каждый раз мимо цели по воздуху, ведь цель постоянно смещается маятником. Так у него наступает некое повисание, попадание в ступор. И каждый раз в этот момент появляется встречный удар. Таким образом, используя стиль фехтования Франческо Белардита, человеку необходимо реализовать концепцию бескомпромиссного маятника посредством четырех прототипов и инструментальной техники, лежащей в блоках, которые принадлежат каждому прототипу. Далее переходим к линии Леонардо Чакио. В этой линии общей теорией боя будет главная концепция неуязвимой тени. Одноименная книга еще находится в разработке, поэтому я познакомлю вас с некоторыми аспектами данной концепции на страницах этой книги. Более детально мы будем говорить о ней в главе, посвященной стилю Леонардо Чакио. Но сейчас необходимо понять ее суть. Порхать, как бабочка, и жалить, как пчела. Так описывал свой стиль боя легендарный боксер Мухаммед Али. Как я уже говорил, Мухаммед Али и его последователь Рой Джонс сражались в стиле бокса с соответствующим линией фехтования Леонардо Чакио. Стиль фехтования Чакио был преобразован и интегрирован в стиль бокса, который они использовали. Порхать, как бабочка, и жалить, как пчела. Так будет действовать противник в этом стиле. Попробуйте представить, как это может выглядеть на ринке или в поединке с холодным оружием. Можно представить эту же концепцию немного иначе для большего понимания. Давайте мысленно поставим в центре некого пространства пень, на которую сложим дрова. А теперь представьте человека, который будет перемещаться вокруг пня, заходя с разных сторон, и рубить дрова, поочередно меняя руки. Если в первой концепции главным аспектом является маятник, который приводит противника в гипнотическое состояние, ключом этой концепции будут движения, которые не позволяют вас ударить. При этом вы противника можете бить при каждой необходимости. Небольшой практический пример того, как работает данная концепция в поединке. Я смещаюсь в правый угол от противника. Он разворачивается на ногах, и пока совершать это действие, я его бью. Почему? Он не может поворачиваться и бить одновременно. А так как я уже сделал шаг вправо, то он вынужден за мной поворачиваться, и как только начинает это движение, становится уязвимым, что мне и нужно. Так выглядит неуязвимая тень. Эту концепцию необходимо реализовать посредством геометрической функции, гефклидовой геометрии, пропорций и других аспектов неаполитанского стиля фехтования. Более того, сделать это необходимо на основании четырех прототипов и блоков с техническими элементами, которые принадлежат этим прототипам. Далее двумя разными подходами я покажу, как формируется техническая база для каждой логической модели в разных стилях фехтования. Итак, соответствие прототипов с блоками технических элементов в линии Леонардо Чакио выглядит так. Логическая модель «Хищная птица». Блок 3. Копье в обеих руках, двумя руками с тростью или стилетом. Блок 12. Удары копьем, части тела превращаются в копье. Блок 13. Разящие сверху, удары в прыжке. Логическая модель «Змея». Блок 8. Бьющие ноги, удары ногами. Блок 1. Игра с острием, защита от атаки, теория обмана. Блок 2. Сломанное копье, парное оружие, стилет и палка одновременно. Блок 9. Танцующие ноги, защита от нескольких противников. Блок 14. Сломленная устойчивость, удары в ноги. Логическая модель «Плащ». Блок 7. Твердость и мягкость, ставим удар клинком. Блок 11. Коготь на перелом, выбивание оружия. Блок 15. Дома как крепость, защита от всего. Блок 16. Крест-накрест, крестообразные движения двумя орудиями. Блок 21. Удар сквозь плащ, поражение противника в один удар. Логическая модель «Морской еж». Блок 20. Маска смерти, обманные финты, удары в голову. Блоки 4, 5, 6. Удары в руки противника, удары в две трети щита, бастон против шпаги. Теперь поговорим о технических элементах для прототипов линий Франческо Вилардита. Как уже было сказано, речь идет о таких логических моделях, как волк, тигр, носорог, орел. Кстати, две из них мы также можем видеть в южноафриканской воинской системе, а именно носорог и тигр. Только там они имеют немного другой животный образ. Например, тигр – это модель льва. Далее логические модели животных переложим на технические элементы в фехтовании поединки. Носорог. Удар происходит по дуге за счет амплитуды корпуса. Вообще носорог все решает одним ударом. В южноафриканской криминальной традиции точно по такому же принципу наносит удар жираф. В боксерском стиле Каса Дамата мы видим проявление этой модели так. Боец переносит вес тела с одной ноги на другую, при этом сгибаясь и разгибаясь в корпусе. Подныривание и удары после нырка в боксе, равно как подныривание под шпагу с нанесением встречного удара, абсолютно идентичны. Они присущи и неаполитанскому стилю испанского фехтования, и стилю Каса Дамата. Модель носорога в неаполитанской школе появилась после змеи, и она использует тактику «не шагу назад». Во фронт атаковать носорога бесполезно, потому что у него огромная броня и рог впереди. Весит он достаточно много, даже слон не идет в лоб с носорогом. Логическая модель носорога стала применяться после войны, потому как необходимо, чтобы фронт не могли пробить. Поэтому для городской системы кобра – идеальная модель, а для военной – носорог. Змея позволяет биться в узких пространствах, тихо, носорогу же нужно место, чтобы развернуться. Хищная птица – если в боксе мы можем это описать как принцип падения вперед, то в воинской системе – это все типы ударов, наносимых сверху вниз, подобно тому, как орел бьет клювом свою жертву, пробивающие, колющие и т.д. Хищная птица нападает всегда с высоты, только внезапно, бьет клювом, рвет клювом, хватает когтями, поднимает на высоту и бросает о землю. В фехтовании – это выпад со шпагой вперед. Волк – принцип действия за счет разгибателя ног. Именно так он прыгает на свою добычу, разгибая лапы. Волк всегда атакует с фланга, разбег и бросок. Тигр – повороты корпусом в боксе и фехтовальной системе. Тигр бросается молча на свою жертву, выгрызает, вырывает куски плоти и рубит когтями. Его не видно, его принцип работы из засады. Принцип действия тигра – вцепиться в противника когтями и зубами одновременно и грызть. Смотрите всегда на то, как действует зверь, и постепенно вы увидите аналогию с техническими элементами фехтования. Каждый стиль построен на определенной концепции. Это стратегия стиля. Прототипы, которые входят в эту концепцию, формируют тактику. А блоки с техническими элементами позволяют реализовать эту тактику в направлении стратегии. Другими словами, решить стратегический замысел посредством тактической схемы и технических элементов. Итак, мы поговорили с вами о самих линиях фехтования, о логических моделях и облогах с техническими элементами. На следующем этапе необходимо научиться переходить от одной концепции к другой. От неуязвимой тени к бескомпромиссному маятнику. Делать это нужно во время поединка. А значит, крайне важно понять, как это происходит. К примеру, я начинаю поединок, используя концепцию маятника. И в какой-то момент переключаюсь на концепцию неуязвимой тени. Затем снова по необходимости переключаюсь с одной концепции на другую. Это можно делать неограниченное число раз. И во время боя такое переключение происходит за считанные секунды. Рассмотрим на более детальном примере, на боксерском поединке. Представьте двух противников. Противник один качнулся вправо и увидел, как противник два сделал шаг влево. Тогда противник один подтягивает ногу, делая два коротких шага назад. Так произошел переход от маятника к тени. Теперь противник два не достает до противника один. Но если бы противник один продолжил движение в угол, то не занял бы такую позицию, и противник два смог бы до него дотянуться. Сделав два шага назад, противник один вынуждает противника два переставлять ноги. И как только он начнет это делать, получит прямой удар в подбородок. И не сможет парировать этот удар, так как будет занят переставлением ног. Очень рекомендую вам посмотреть несколько боксерских поединков, первых попавшихся боксеров, а затем ранние поединки Майка Тайсона. Среднестатистический боксер прыгает вокруг противника, смещается и пытается его ударить. Но Тайсон действует иначе. Он просто идет на противника. В определенный момент останавливается, сократив дистанцию между ним и противником до нескольких сантиметров. Останавливается так, как это делает носорог. Затем начинает качание влево и вправо, что уже отображает логическую модель волка. Подобно волку, нападающему на жертву, справа он совершает поворот, левый хук, бум и попадание. Противник делает шаг назад и пытается контратаковать справа. В этот момент Тайсон делает нырок под руку и затем апперкот снизу вверх, словно тигр из засады. Есть видео, в котором Тайсон в стойке носорога, противник пытается бить его в упор, но ничего не получается. Серия ударов и ни единого попадания. А затем в одном из интервью Тайсон говорит «Обратите внимание, что многие из моих противников выше меня ростом. У них длиннее руки, они более координированы». Но при этом у меня после поединка на лице нет ни единой гематомы. Более того, я даже не сильно устал. Так работает концепция вместе с логическими моделями. При этом практически каждый его удар сокрушительный. За счет движения маятника, перемещения на согнутых ногах, сжатий, распрямления и скручиваний удары Тайсона имели такую огромную силу. Именно за счет ног. В отличие от него, Мухаммед Али и Рой Джонс не обладали такими нокаутирующими ударами, как Тайсон. Им для нокаута всегда была необходима серия ударов. Тайсон многократно демонстрировал то, как отправить противника в нокаут одним четким попаданием, что полностью соответствует стилю Франческо Велардита. При этом совершенно не важно, с каким оружием вы будете использовать данный стиль фехтования. Нож, меч, палка или без оружия. Техника боя будет такая же и равнозначно эффективная. На третьем уровне, используя стиль Антонио Матея, мы учимся реализации доктрины короля обмана. То есть учимся обманывать противника. К этому моменту мы уже умеем гипнотизировать его, умеем не давать бить себя, но бить его в беспомощное тело, когда нам необходимо. Следующий этап – обман. И опять же, вне зависимости от того, есть у вас оружие или нет. И когда мы соединяем три концепции – король обмана, неуязвимой тени и бескомпромиссного маятника, то становимся маэстро, который способен победить любое количество противников, стоящих перед нами. Как это происходит? Любой поединок начинается с выбора первой концепции и логической модели. Затем, комбинируя концепции, переходим с одной логической модели на другую, используя соответствующие технические элементы, которые наиболее эффективно решают задачу в тот или иной момент. И в завершение данной главы я бы хотел немного поговорить о преобразовании и дальнейшем существовании трех линий фехтования, формирующих неаполитанский стиль. Казда Мата в своей тренерской практике обучал учеников, используя только линию Франческо Вилардита. Мухаммед Али и Рой Джонс использовали исключительно линию Леонардо Чаккио. Стиль Матея, короля обмана, полностью ушел в тень, оставшись криминальным полермским стилем боя на холодном оружии. Его можно использовать без оружия, но лишь в ситуации, когда кто-то из противников остался без оружия, потерял или отняли. В любом другом случае оружие в качестве дополнительного преимущества будет неотъемлемой частью боя в стиле Матея. Стили Вилардита и Чаккио преобразовались в бой голыми руками. Произошло это преимущественно по причине запрета оружия. Сегодня вряд ли кто-то из вас встретит на улице человека со стилетом или шпагой. За исключением отдельных регионов, оружие открыто носить и использовать против людей категорически запрещено. Разумеется, я имею в виду рамки закона. Стиль короля обмана превратить в рукопашный бой, в бой на ринге, в бой по правилам невозможно, потому что обман сам по себе не предполагает правилы честного поединка. Так стиль Матея навсегда стал софехтованием, о котором не говорят вслух. Сегодня начать изучение неаполитанского стиля фехтования я однозначно рекомендую с одной из двух линий – Вилардита или Чаккио. Постепенно осваивая восемь логических моделей, реализуя поочередно две концепции боя, сначала с оружием, а затем голыми руками. Сноски Первое. Книга «Смерть после полудня» Произведение Эрнеста Хемингуэя, вышедшее в 1932 году и посвященное традициям испанской кориды. Писатель пронес любовь к Испании и к бою быков через всю жизнь, отразив это на страницах своих книг и репортажей. В специальном трактате на эту тему он постарался представить насыщенное деталями и технически точное описание кориды, снабдив его специально подобранными фотографиями и словарем терминов, а также собрав биографии лучших Матадоров прошлого и своего времени. При создании книги его замысел был расширен. Возникли новые задачи – понять сущность искусства боя быков и найти среди Матадоров настоящего героя, установив таким образом правила и нормы поведения в жизни. Сноска 2. Книга «Барометр поединка. 2019 год». Это книга о модели победы в поединке, той самой модели, которую создал Каз Дамата. Модель барометра – это фундамент, который позволит любому интересующемуся действительно проникнуть в суть системы и стиля непобедимого Дамата. «Барометр поединка» – это еще и книга о том, как эффективные принципы стиля легенды бокса господина Дамата можно перенести в жизнь, в практику, в дело, которым вы занимаетесь, в профессию, которой себя посвятили. Данная книга позволит вам проникнуть в особую тайну. Тайну устройства стиля Каз Дамата. А понимая устройство и различие этого стиля от всех остальных, действительно можно говорить о глубоком понимании системы. Зачем это все? Чтобы, пройдя весь данный исследовательский путь, понять одно – как стать мастером, тем, кто и сам побеждает, и другим может помочь в этой науке.